Сегодня в администрации города обсудили и другую важную проблему. В районе реки Солзы на днях работники РЖД засыпали нелегальный переезд, связывающий жителей с единственной автодорогой. Теперь в магазин невозможно завести продукты и добраться до людей в случае необходимости экстренные службы смогут только по железной дороге или по воздуху. Этот переезд в районе Солзы закрыли 10 лет назад, не соответствовал нормам. За ним 100 деревенских домов и 200 дач. На днях дорогу вообще засыпали, так что приезжим приходится переползать через высокий бархан. Гора песка, яма у рельсов. А если, допустим, скорая придет, как вывезти из деревни больного? Как можно перенести его туда? В деревне есть магазин, отказывается возить продукты, потому что невозможно через эти горы носить коробки с продуктами. Нелегальный переезд засыпали по решению собственника российских железных дорог. Он же запрещает продавцам возить продукты железнодорожным составом. Почему они это сделали? Потому что те люди, которые проживали в деревне Солза, они доезжали до этого переезда, поворачивали направо и через железнодорожный мост по железнодорожным путям ехали в деревню Солза. Но это вообще вещи недопустимые. Мы обращались везде, во все инстанции. Мы отовсюду получали ответ, что переезд закрыт по согласованию с УВД ГИБДД города Северодвинска и муниципального образования города Северодвинск. Специалисты подсчитали, чтобы восстановить проезд, который соответствовал бы нормам, нужно установить шлагмаум, подвезти электроэнергию. А это стоит 13 миллионов рублей. Сейчас в администрации решают, что делать с Солзинским переездом, а пока жителям и гостям придется запасаться продуктами из города. Наша редакция продолжает следить за развитием событий в деревне. Елена Киева, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.